Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реставрация ДК Литвинова в Кировском районе. Здесь выполнены основные инженерные коммуникации, проложены основные электрические сети, сейчас приступают к слаботочным сетям. Большой объем работ выполняют по замене системы вентиляции в связи с современными требованиями безопасности. Вентиляционная система готова на 40%. Здесь колоссальный объем работ проводится по вентиляции здания. По электрике уже все основные трассы прокинуты, осталась только локальная сеть. По системам безопасности также все проектные решения выданы. То, что в процессе требует корректировки, все производится в рамках авторского надзора за объектом. В зависимости от фронта работ здесь трудится порядка 50 человек. Здание является памятником культурного наследия в целом, но охранный статус также имеют и отдельные элементы. Панно, аутентичные люстры, которые уже полностью восстановили, но повесят после чистовой отделки. На потолках художники воссоздали живописные полотна, отреставрировано большое зеркало. Двери и оконные рамы новые, однако стилизованы под аутентичные, чтобы максимально сохранить первоначальный облик дома культуры. Здесь два кинозала, спортивные залы и также большой зал для выступлений. Под это тоже предусмотрено современное оборудование. Мы прошли корректировку проекта в связи с нынешней ситуацией в стране. Мы пересмотрели все оборудование. Оборудование у нас сейчас загружается в экспертизу для подтверждения проектных решений и стоимости данного оборудования. После этого мы приступим к его закупке. Впереди еще большой объем работы, но подрядчик усилился. Снаружи восстановили фасады, укрепили колонны. Остались небольшие работы по входной группе. Напомним, монументальное здание было построено в начале 60-х годов прошлого века. В строительстве участвовали коллективы цехов завода «Прогресс». Здание возводили под непосредственным контролем директора завода Виктора Литвинова, имя которого позже и присвоили Дому культуры. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.